Обзор LCD-проектора VVSYN M18 Проектор упакован в фирменную картонную коробку с ручкой-переноской. Корпус зажат в подушках из спененного полиэтилена для смягчения ударов при перевозке. Технические характеристики Корпус проектора выполнен из пластика. На верхней части расположены механические кнопки включения и управления. Для крепления проектора к стойке производитель предусмотрел на дне 4 стальные втулки с резьбой M3. На задней части корпуса расположены гнезда VGA, EK-порт, порты USB, 2 порта HDMI, а также питание 230 В. Сбоку расположены гнезда под SD-карту, EV-выход и джек 3,5 под наушники. Сверху расположено колесо регулировки фокуса, а также колесо регулировки трапеции. Ход у регуляторов плавный и позволяет точно выставить настройки. В крайних положениях линза выезжает из корпуса и закрыть линзу крышкой не получится. Экран для проектора механический, 160 на 120 см, фирмы LUMIAN. Проекционное расстояние я замерил с настройками по умолчанию и с уменьшением до минус 25 пунктов. Тесты Проектор можно устанавливать выше или ниже центра экрана, корректируя трапецию, но в крайних положениях сверху и снизу картинка замыливается. Постарайтесь избегать этих положений. Тест проверки отображения цветов проектором не объективный, так как камера не может в полной силе передать оттенки достоверно. Справа в углу я показал оригинал. Широкие возможности меню проектора позволяют отрегулировать цвета, яркость и контрастность под характеристики помещения или личные предпочтения. Смотрите продолжение в следующей серии. комнатном свете. Full HD разрешение позволяет комфортно просматривать текстовые документы, но на краях изображения видно небольшое размытие. Меню. Кратко о настройках. Меню проектора поддерживает много языков, в том числе и русский. Возможны настройки изображения по яркости, контрасту, теплоте и другие. Изображение можно инвертировать и поворачивать. При невозможности физического отдаления проектора предусмотрена функция уменьшения изображения до минус 25 пунктов. Для регулировки звука предусмотрен эквалайзер. Плюсы. Честное разрешение Full HD, широкие возможности настройки, работа при комнатном освещении. Минусы. Размытие по краям, шумная система охлаждения. Спасибо за внимание. Ставьте лайк. Подписывайтесь на канал.